Девушки отдыхают На самом деле меняется твое восприятие киберпространства Ты адаптируешься к чистому потоку данных А прежний мир начинает угасать в сознании Защитные механизмы мозга перестают действовать То есть, чем чаще я бываю здесь, тем больше теряю контакт с действительностью? Ты ничего не теряешь, ты пробуждаешься В киберпространстве мы выходим из снов Джонни пока недоступен Пока? Значит Ты задвинул его подальше Как досадную помеху Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье Мне нужно было встретиться с тобой По-другому это невозможно Только так Через подавление Ты это можешь? Быстро учишься Давай кое-что проясним Ты взялась помогать мне из-за Джонни И как только его со мной не оказалось, решила сдать назад Я не сдаю назад В Микоши у меня есть целый интерес Да? Ну ладно А то мне показалось, у тебя ко мне какие-то претензии Наблюдать за вашим взаимодействием было любопытно У меня мало времени, Альт Мне нужна твоя помощь Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть Ну это спорно Ты разве не обманула смерть? А ты как считаешь? Ну, твой код, сознание Искины не подвластны реальности Они живут вечно Но мы не бессмертны Лишь у Микоши Ты начнешь это понимать Ну так снизойди до моего уровня и просвети меня Если ты всесильный Искин, то, наверное, можешь и это Ловушки мышления Ты ищешь простых ответов там, где их просто не существует Такова иллюзия, лежащая в основе твоего мира Сейчас ты с готовностью примешь любой ответ Который сочтешь утешительным Это было бы по-человечески Со мной случается В Микоши эти ограничения больше не будут действовать Там твое восприятие расщепится на миллиарды потоков информации Там, в Микоши Чего мне ждать? Там ты перейдешь границу И, вероятно, в первый и последний раз Ощутишь тяжесть собственного существования К этому времени никто не бывает готов А Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос Тогда что мы знаем наверняка? Что Микоши Перестанет существовать А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной Интегрируются с тобой? То есть ты собираешься их поглотить? Присвоить? Теперь понятно, зачем ты в это вписалась Ты хочешь разрушить Микоши Чтобы загрести себе все конструкты Микоши — это тюрьма А я дам конструктам возможность Стать частью чего-то большего Джонни вряд ли был бы в восторге Но Джонни здесь нет Потому что ты хочешь принять решение без него То есть, по сути, сделать то же самое Ну нет Сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами И спрашивать их мнение В этом не было бы смысла Хватит трепаться Давай к делу Я переслала на щепку твоего нетранера программу Тебе нужно будет запустить ее в Микоши Она откроет тебе безопасные соединения Что на этой щепке? Векторный вирус? Черный вход Через него я пройду внутрь Ты откроешь мне путь в Микоши И только так я сумею тебе помочь Альт, надеюсь, от тебя не нужно ждать сюрпризов Используй ключ, когда доберешься до Микоши И что мне сделать с этой щепкой? Умести ее в любую точку доступа Остальное сделаю я И если у тебя все получится Мы встретимся снова Мы его вернули Кэрол, щепка! Успокойся Едва ты подключился, у тебя температура скакнула почти до сорока Аппаратура начала беситься, как от вируса Очень злого вируса Что тут произошло? Как что? Ты мне аппаратуру поплавил У тебя резко возросла активность нейронов Еще пару секунд и выжгла бы лобную долю Это все равно, что пулю тебе в башку вогнать Ты точно в порядке? Извини, не хотел Зашибись Ну, это хорошо Щепка Я там на щепку одну программу записал Не гони, нас окружает лед Если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же Охренеть Убери это от меня Спасибо, Дакота Не за что Ну че? Ну все, я свободен Пойдем Вообще, конечно, нам нужно, ребятчики, одеться Потому что, как видите, что-то какая-то проблема здесь Так, это мы с вами все снимаем Потому что, по всей видимости, какой-то баг Так, а почему так? Странно Ну-ка, давайте попробуем Обуваем Здесь у нас маечка Во И копия куртки Джонни Так, штаны я все-таки хочу поменять Да почему так? Ну ладно Пускай будет так Короче говоря, мы с вами идем Побеседуем с Митчем И будем потихонечку дальше двигаться По сюжету Парни Говорят, у нас тут небольшой поход намечается Скорее, вылет Камикадзе Заканчивайте тут Привет Сейчас Окей Сол меня зовет Подойди потом к нам Ладно Вот, полюбуйся Это тот самый? Ну, почти Мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку на крыше И еще мы уменьшили массу практически на 60% Скажи, красота Ты за штурвалом, а по нам стрелок Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну нет, на стандартном эту крошку не разгонишь То есть железо военное Но как вы умудрились запихать все это в панцир? О, это не сложно Мы со Скорпионом на войне и не такое проворачивали Завтра выпустим этого зверя И своими глазами увидишь А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка Калибр 70 миллиметров Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт И где вы все это нарыли? Тедди выгреб со свалки Установка рабочая, тут все путем Проблема была в том, что снарядов нет Но нам повезло Дакота нам немного достала Не спрашивай как А можно сделать пару кругов? Для тренировки Надо все-таки опробовать заранее К управлению привыкнуть Без проблем Только давай вечером Нам тут надо еще в паре мест подкрутить Ага, всего в паре Да хватит уже бухтеть Все мы успеем вовремя Ладно, я пошел Но на самом деле просто кататься мы с вами На этом танке не будем Сейчас, короче, бежим к Солу И надо будет с ним побеседовать Так, а что у нас тут? Что за собрание? Сол, ты хотел поговорить? Залезай Что, мы куда-то едем? Ладно, Ви Дело очень простое Мы, все, кто тут собрался У тебя в долгу И это долг чести Говори про себя, Сол Но все-таки, несмотря ни на что Ты человек пришлый Причем и знает Сити Считай из другого мира Проси по нам, она знает И нам что-то нужно с этим делать Да, Сол Исправим этот досадный недосмотр Мы принимаем тебя в семью Аль-де-Кальдо А для своих семья всегда сделает все Готов? Я готов Теперь ты один из нас, Ви Ты Аль-де-Кальдо Круто, что ты теперь с нами, Ви И не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоши Правильно говорю? Добро пожаловать в семью Приветствуем нового брата клана Аль-де-Кальдо Спасибо Ты смотри, скутился что ли? Спасибо Я правда очень ценю Все это Черт Че-то я разволновался Ну дайте кто-нибудь платочек Ну надо человеку глазки утереть На самом деле это просто формальность По факту мы уже давно приняли тебя в семью Ты спас мне задницу, как изволил заметить Бобби Мичу тоже, не говоря о Панаме Да иди ты Но вообще Сол прав Будем честны Для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков Ты их разбил еще на миллион помельче Но иногда это единственный способ сложить все заново Ладно, слушай, семья Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день Доделываем что надо и отдыхаем Рейд рейдом, но это твой вечер Давай поднимем за тебя все Ты могла бы хоть предупредить? И испортить все веселье? Ты в своем уме Все в порядке? Да Не волнуйся Все путем А куртка тебе как? Не жмет? Села, как влетая Вот просто надел и пошел А ведь так и есть Ты заслужил эту куртку И доверие Альдыхальда Спасибо, пана Захочешь поговорить? Я буду там, наверху Ну ладно Как думаешь, завтра все получится? Я знаю этих людей Некоторых знаю лучше, чем себя Я вижу их настрой Это затишье перед бурей Завтра они пойдут до конца Да, не сомневаюсь До завтра, Сол Постой Хочу кое-что между нами прояснить Ты многое сделал для этой семьи Для меня больше, чем кто угодно Но мне важнее всего клан Сол Дай закончить Я так же знаю, что сейчас может нашу семью уничтожить Разлад между мной и Панам Если мы пойдем разными путями В этот раз Альдыхальда просто не переживут раскола Ты понимаешь, к чему я сейчас веду? Ты мне помогаешь, потому что у тебя нет выхода Ты хочешь, чтобы клан думал, будто вы с Панам договорились Играешь в общем в политику Все не так просто Завтра мне посылать этих людей на смерть Я должен быть уверен, что делаю это не только для тебя, себя или Панам Все для блага семьи Понимаю Пока нет, но еще поймешь Эта куртка не пустой жест То есть зла ты на меня не держишь Завтра у нас влажный день Иди отдохни Давайте поговорим еще раз с Митчем Да и пойдем к Панам И будем с вами отдыхать Странно, почему-то я не могу с ним поговорить Это, ребяточки, наверное, какой-то баг Ладно, в таком случае давайте поднимемся с вами наверх Потому что Панам сказала, что будет ждать Что будет нас ожидать именно там Ну вот, собственно, мы с вами пришли Так вот, куда ты сбегаешь, когда хочешь подумать Я не сбегаю О чем думаешь? Ни о чем То есть, сама не знаю Прошлой ночью я не смогла заснуть И сегодня вряд ли удастся Что тебя мучает? Дай-ка подумать Завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть Вдобавок к этому Сол вдруг начал во всем со мной соглашаться Я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться Люди в нас сомневаются Я ведь вижу Но все равно все уверены, что в случае чего Панам их вытащит Конечно, ведь кто же еще? Ты чувствуешь ответственность за них Это вполне естественно Меня пугает вовсе не ответственность Я просто трезво смотрю на ситуацию Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня Но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет Я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти Если завтра что-то пойдет не так во всем Я жалею, что тебя в это втяну Прости Слышь, перестань Вы приняли меня в семью И чем я вам отвечаю? Веду вас прямиком в ад С моей стороны это нечестно Нечестно с самого начала Нет, знаешь, что нечестно Требовать от меня, чтобы я успокоила твою совесть Не надейся, все уже Вместе в это ввязались А, да, ты права Ви? Да Ты не боишься смерти? Очень боюсь Постоянно Ты неплохо это скрываешь О чем думаешь? О том, как первый раз просидела тут до утра Я возвращалась в лагерь с дороги И решила немного тут задержаться Голову проветрить Чтобы потом с новыми силами Поцапаться с солом Было совсем темно и пусто На небе густая чернота Только слышно, как завывает ветер Где-то и двигатели урчат Я села и ждала, когда мир замрет Когда мысли в голове сбросят скорость до нуля Дождалась? Нет В ту ночь я поняла, что покоя не будет Что теперь я всегда буду мыслями в дороге Даже если сижу в темноте на холодном камне Может, пойдем обратно? Нет Давай еще посидим немножко Мне тут как-то стало легче Я и не ожидала Ладно, пошли уже А то жопу отморозим Сол вернулся Идем Может, у него есть новости? Ну что, получается, настал тот самый день Сегодня все решится для нашего Ви И в этом нам помогут кочевники Вот красота Так бы стояла и смотрела Но лучше не заставлять их ждать Баки полные Вода залита Снаряжение на месте Можем выдвигаться А остальное? Если все накроется Нам придется по-быстрому снимать Вроде все готовы Насколько это возможно? Такой рейд для многих впервые Думаю, Мич им все разъяснил Чувствуешь? Напряжение? Вот теперь они поняли, на что мы идем Мы только что вернулись из разведки Тебе надо это видеть Спасибо Спасибо План простой У нас две цели Первая Проникнуть в Арасака Тауэр И помочь Ви добраться до Микоши Вторая По ходу дела Вынести оттуда Как можно больше техники Это решит наши финансовые проблемы В Микоши мы можем проникнуть Только если сделаем подкоп В подвалы Арасака Тауэр Для этого надо пробиться на стройку Магливаного туннеля И угнать ДПК корпорации Найт Важная информация При помощи дрона я обнаружил Несколько чувствительных мест Проникнем через эту долину Вряд ли они ожидают нападения Но действовать все равно надо быстро Важно снять охрану прежде чем они успеют предупредить своих А если не успеем? Вот тогда пригодится Боб И его глушилка Надо подобраться к их антенне И включить сигнал Будем честны Надолго их это не задержит Надеюсь этого времени хватит А есть у них дроны Система раннего оповещения Всякое такое Это не Форт Нокс Но все таки Найт пользуется услугами Милитеха Так что все может быть Патрули наверняка будут Но у нас дроны тоже есть Тедди будет следить чтобы предупредить нас вовремя Что то еще? Так то в принципе Что делать понятно Так подожди Что то надо просканить А вот Строительный кран Сейчас секунду ребят Какие то ворота да? Вокруг стройки стена Наш панцер сможет выбить ворота? Да сможет легко Пока все неплохо Что дальше? Внутри надо найти ТПК и разобраться с управлением Этим займутся Мич и Кэрол Запустите бур И дорога к подвалам Арасака Тауэр Будет для нас открыта Оттуда Випа нам и я Проходим на уровень лабораторий И ищем доступ в Микоши А пока будем делать подкоп Там можно ждать сюрпризов? Если все пойдет как намечено Никто не успеет заметить Нашего присутствия Если хочешь еще осмотреться Пожалуйста У нас есть время Мне этого хватит Ну вот и все Ви, ты готов? А как мы оттуда вернемся? Тем же самым путем Быстро зашли и быстро вышли Наши люди будут ждать снаружи пока мы там Ну Ви, ты готов? Готов конечно Все все знают? Ну тогда заводим моторы Ну все, садимся в панцир Из-за дела Разбомбим эту Арасаку Ой Секунд А че такое, почему ехать не могу? Все, поехали Ага И лишь пустыня может быть прекрасней звездного неба над головой Ви, поезжай со мной Все меня хорошо слышат Я установил общий канал связи Специально для вас из пустошей В прямом эфире Ладно, ладно, молчу Ты дрон запустил? Птичка порхает и щебечет Вы находитесь на территории Принадлежащей корпорации Милитех Покиньте территорию Повторяю, развернитесь и покиньте территорию Вот этого точно не будет У меня все плохо Да че плохо то? Мы в танке сидим А вот кто едет на обычных машинах это да Вот у них проблемы есть Вот у них проблемы есть Бобби, твой черед Глушилка там на готове? Конечно, разберем анонс Удачи, все системы работают Проверяю Нитроинжектор в порядке, пушка тоже рабочая Да, мы готовы Ну тогда погнали Питание накрылось Все системы отключены от сети Можно это починить? Так что прямо сейчас Черт! У нас проблема, вся электроника вырубилась Ви, избавься как-нибудь от дронов, пока я тут разбираюсь Я собью дроны, ты займись панциром Вот, снайперка У нас возгорание в кабине Потушить реально? Если нет, вылезай Господи, дорог Вы где? Я тут торчу у передатчика Куда вы делись? А нам какие новости? Минутку, огонь локализован Переключаюсь на аварийное питание Часть систем перейдет в ручной режим, но ничего Ах, ты мимо! Сол, они уже знают, что мы... Ах, ты мимо! Дроны летят прямо на нас Нам нужно еще время, Бобби Ты продержишься? А у меня есть варианты Работайте Обо мне не беспокойтесь Система заработали Можем ехать Все, Бобби, панцир снова на ходу Держись, мы едем наконец-то А то было уж совсем грустно Последний остался сучонок Меня выцеливает Но сейчас я... Бобби! Господи боже, Бобби! Бобби, прием! Нам надо... Прости, Митч Мы не можем останавливаться Не сейчас Все Ви, наш панцир Он долго не протянет Я чувствую питание Скоро вырубится Я все сделаю, чтобы не сдохнуть на дороге Что угодно сделаю Потом будем им презентовать У нас получится по нам Не сдавайся Надо Убрать карпарат В стороне Зачем Не береги качать Больше никаких Ошибок, слышите? Мы и так уже успели Агрести по самой неболусти Так, вот здесь у нас еще враги Со всеми разбираемся Как видите, все просто Это че такое? Кто это такой, блин? Его вообще не убить Ну-ка О Другое дело Хорошо Проезжай прямо в ворота Мы внутри Я же говорила, что системы подыхают Тяга, баллистика, ракеты Как домино все сыплется Что-нибудь можешь сделать? Попробую, только я не уверена Или починю Или это ведро реально на свалку пойдет Вылезай Помоги нашим Мы прикроем, только давай скорее А есть хоть один шанс, что он Ну, ты понял? Ни одного Поехали дальше Мы уже близко Я с вами! Так, вообще, позвольте я Немного поменяю оружие Здесь у нас будет губитель И вот тут мы с вами на самом деле поменяем Грену Пускай будет такая Так, а тут еще у нас парочка дронов А, еще и снайпера Бежим Огонь! Огонь, мать твою! Так, отлично Еще один Ну вот и все У вас все в порядке? Лучше некуда Ну что, наш черед? Ви, присмотри за ними Хорошо Наверху должна быть диспетчерская, откуда можно удаленно управлять ТПК Ты об этом пожалеешь Вижу терминал, подключаемся Давай Какие там протоколы защиты? Это не космическая станция Это просто очень большое сверло Расслабься, Кэрол пройдет как нож сквозь масло Так, ну что? Запускаем этот бур и нацеливаем его прямо на Арасака Тауэр Ему нужно будет время Ви, тебе придется нас прикрывать У нас гости И много их Ви, помоги нам, пожалуйста Ёбаный милитет прижимает Да бегу я Черт! Похоже там направление задано автоматически И как ты уговоришь его повернуть? Старым обходным маневром Ты отключи автопилот и запусти аварийный режим вручную Есть! Работает! Ну тогда поехали! Наступаем справа Мич, что там у нас? Одиннадцать процессов Черт! А побыстрее нельзя? Не получится Тихо-тихо-тихо-тихо! Ух! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да ё-моё! Чё-то не вовремя И вот еще один Ребятушки, зачетно! Черт! И слева тоже! Кэрол! Мич! Долго там! Двадцать семь процентов! Получайте! Куда погнал? Тормози! Наблюдаю еще дроны! На пути в тройке! Обычные корпоративные охраны! Правильно! По дороге подводят! Через дрон за ними наблюдаю! Там целый батальон! Без поцелла вас просят! Их шансов нет! По нам! Делаю, что могу! Мич! Слышишь? Модуль навигации блокирует другие системы! Отрезать его! Да! Отрезай! Будет работать и без него! Так, ну че, позвольте, я сейчас подойду к нему! Ну, пушка вроде бы неплохая, но... Че-то слабовато, да, вроде бы? Да хотя, вроде бы и неплоха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ты че, блин, сдохни? Ави! На нас летит Ави! Где он? Сейчас кто-то нарвется! Идут на посадку! Тэдди, уходи оттуда! Тэдди! О, господи! И что теперь? В смысле что? Идем дальше, к цели! Черт! Ну сколько там еще? Уже близко! Почти 60%! Стреляй! О, давай сюда! Отлично! Куда побежал? Так, снова кто-то едет! Давайте-ка, ребят! Поближе туда! Получай! Сейчас будет очень плохо! Против нас выстрелили небольшую армию! Какого черта? Хе-хе-хе! Зачетно! Это почти все! Отлично! И вот там, ребятки, еще один! Да ты сюда иди! Не, просто вот с этой пухой я бегать не могу! Поэтому мы с вами как бы спокойненько идем! Что-то я не понял, а почему не получается его... Ну как бы... Ладно, пускай сюда идет! Давай, заходи! Все! Уверить не могу, удалось! Одной дымой металлолом! Системы запустились! Надерем им задницы! Садись, Ви! Быстро! Ви! Ви!